Алло, малыш. Все, я в Руси. Срок один час это только из вытекавказа до КПП. От вытекавказа 30 километров от на этой штуки. Если бы я знал, что такое меня ждет, я не знаю, решился бы я второй раз. Почему едете? Не хочу быть с участником преступлений. Надеюсь, что это безумие закончится. Перспектив на жизнь в России уже не вижу. Будем служить. Родину защищать будем. Единственное, что поднимает настроение, что я наконец-то на земле с годы. Ехал я два дня из Москвы, 2000 километров, с ночевками. Вот сегодня третий день. С утра из Владивокавказа я пересек границу. Счастье, на мотоцикле это удалось сделать быстро. Из Питера, 41 час, это только из вытекавказа до КПП. Там дальше пробка, выходите просто из машины, идут пешком люди. Там платят, чтобы кто-то посадил к себе. Никто не спал, водители не спали, ездят по обочине. Тяжело, в общем. Еда кончается, бензин кончается. Такое. От Владивокавказа 30 километров от на этой штуке. На машине довезли до Владивокавказа, там все закрыто. Вот пришлось оттуда уже, от пропускного пункта, то есть от выхода из города. Вот на нем. Это уже сентиментальная любовь. Ха-ха-ха. С нами, в другую сторону. С нами. А, в другую сторону. Пойдем. Ха-ха-ха. Велосипеды купили в Нальчике, но это тоже было нелегко, потому что последний раз на велосипеде я ездил в детстве. Навык остался, но он был частично утрачен. То есть весело было первые 5 километров. В дальнейшем было совсем не весело, и большую часть дороги я фактически прошел пешком с велосипедом просто. В принципе, если бы я знал, что такое меня ждет, я не знаю, решился бы я второй раз. Кого оставили? Жену. Только женился. Жену. Дома маму оставила. Мама, друзей, родину, можно сказать. Я, правда, не знаю, надолго ли, я все-таки надеюсь, что это безумие закончится. И мы все на это надеемся. И все желаем человеку, который организовал это безумие, скорее сгинуть. А что из багажа брали? Все, только самое необходимое буквально. Две футболки, запасные штаны. И вот все, что надо. Вообще война – это всегда плохо. Как и насилие. Я пацифист, хоть и служил в свое время, но это не дает права государству решать. И распоряжаться жизнями своих граждан. Поэтому, как бы, я не хочу быть с участником преступлений. И я просто не хотел давать даже 1% шанс на то, что я могу как-то в этом участвовать. И мой выбор был такой, хоть и трудный. И в дороге я много не жалел, но прям очень сложно было ехать. Каждый километр давался с большим трудом. Ну, я думаю, чистая совесть – это главное. Вот сможете смеяться, сможете не смеяться, но на самом деле мы запланировали с ребятами отпуск. Еще в августе месяце купили билеты. И мы думали, ну а чего пропадать? Нужно действовать. Когда мы будем жить? На ковид сначала, потом что? Не знаю, как можно назвать. Спецоперация, война, что запикаете? Непонятно. Удобный момент, чтобы видеть родственников. Страшно. Как решили? Страшно просто. Потому что ситуация менялась с калейдоспической скоростью. Соответственно, вот эта гнетущая атмосфера, она только нарастала. Соответственно, я вот как бы думал, успею я в последний вагон уходящего поезда запрыгнуть или нет. И ввиду того, что мобилизация, которая якобы частичная, она на самом деле не частичная, она, видимо, коснется всех. Это и дало мне понимание, что нужно действовать сейчас. Ну, потому что, ну, развязанная Путина война и развязанная мобилизация, то есть это уже, как бы, перспектив на жизнь в России уже не вижу. Ну, есть совсем небольшие сбережения, там, может быть, на первые полгода. Есть небольшие какие-то планы в плане удаленной работы, сейчас попробуем. Ну, не знаю, будем барахтаться, что-нибудь делать. Сейчас настолько все в тумане, и планы какие-то, видимо, я начну строить завтра, наверное, когда выскажусь. Вот, я надеюсь, что я найду здесь себе применение, плюс у меня здесь друзья, у меня родственники, я не первый раз в Грузии. Я привык строить планы, даже несмотря на нашу ситуацию в стране, старался всегда думать позитивно, как-то исходя из возможностей продумывать свою жизнь вперед. Вот, но вот несколько дней назад прям вся жизнь как песок, то есть пальцы просыпалось, так что уже не знаю, ничего не знаю, пока максимум, на что могу рассчитывать, на пару месяцев вперед. Приедем домой, будем жить, а что-то попробуют пускай забирают. Ну, мирные люди, а не боитесь, ну, мало ли, я не знаю, ну, все-таки мужчины, наверное, больше, потому что придется, если вдруг отправят. Как меня, на носилках понесут? Если я не пойду, как меня поведут? Люди, как трусливые стали, побежали из своей страны, а права свои защищать, свою человечность не желаете? Ну, не боитесь, не страшно, мобилизация. Мы только радуемся. Радуетесь? Конечно. Будете служить? Будем служить. Родину защищать будем. Это же наша земля. Землю нужно защищать. Защищать или все-таки, ну, все-таки на территории Украины проходят боевые действия? Ближе к этому решим. Или на территорию пройдем, или... На территорию-то не хотелось бы, конечно, идти. Короче. Ну, готовы. Кто к нам с мечом придет, отмечай, погибнет. Так они же не идут. Так мы всегда всему готовы. Откуда вы? Можно просто спросить? Из города? Веслана. Веслана. Хорошо. Самый трагический город. Хорошо, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok